Продолжение следует... 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 Вважаем обронтованную позицию представника Пана Василенко и вважаем его наладимым вариантом показанной спрятки. Мы вважаем эту позицию не обронтованную, вважаем, что это вопрос такой, что не подлягает затоволению, а при эляции наскарде, и, соответственно, Василенко повинна бути залишена. Апеляційное проведение за цей скаргой повинно бути подлягает затоволению, скажем так. Чего обронтовываем нашу позицию наступную? Оскільки предметом спору по данной справе есть порушение Киевской Мирской Рады в вимогу сподержанского цивильного и адміністративного заклада Украины при прийнятении решения про одностороннее разорвание договора о ренде земельной дюлянки с позициями. Жодным чином решения першої инстанции не стосуются прав и обов'язков громадянина Василенко. Жодного згадывания у резолютивной части решения першої инстанции щодо цієї особи також не зазначено цього нема. І зазначене рішення першої инстанции жодним чином не впливає на ті права та обов'язки, а більш того, на право на звернення до судових органів не лишає цією особою звернутися до судових органів з захистом своїх справ. Більш того, незрозуміло, в яких правовідносинах состоїть громадянин Василенко з Київською міською радою і яким чином ці правовідносини порушені рішенням першої инстанції. Тому ми вважаємо, що дана позиція громадянина Василенко не є обґрунтована, тому заперечую. Дякую. Дякую. Ваша честь, я вже зрештою зазначав я ще в передньому засіданні, я розумію, Ваша честь. Такої доски з 36 Конституції України громадяни мають право на свободу об'єднання громадських організацій для здійснення захисту своїх прав та свобод. Громадська організація «Екостолиці» є належним чином в основному порядку зареєстрованою громадською організацією. В матеріалах справи присутні наші установчі документи, відповідно до яких можна чітко побачити, що метою створення та діяльності організації є захист екологічних прав жителів міста Києва, сприяння формування спільноти захистників природи серед жителів столиці, покращення екологічної ситуації в місті Києві, формування та накопичення досвіду в діяльності в сфері виховання громадян активної жовтєвої позиції в сфері екології, впровадження та розвитку екологічної освіти. В тому що до головних завдання організації входить дослідження екологічної ситуації в місті Києві та виявлення проблем, Реагирование на выявленные порушения экологических правов жителей в столице, то что не буду полностью все зацитировывать. В соответствии с статьей 9 Закону Украины про охрану и навколошее природное средство, каждый гражданин имеет право оскаржения в судовом порядке действий або безъявленности органов державной влады, органов местного самовременности, что и до порушения экологических прав гражданин. Кроме того, все граждане мают право на участие в разработке и здействии заходов щодо охорони и навколошее природное средство. Громадская организация «Екостолица» как повноправная юридическая особа, как повноправный субъект правоводносин активно брала участь у, передусім, в разработке проекта решения Киевской Министерской Ради щодо разъявления договора о ренде земель и диранки с товариством с международностью Конкордка. Окрім того, Громадская организация «Екостолица» было одним из иниціаторов подания и реестрации проекта решения щодо присвоения вказанной земель и диранки статусу паркового відпочинка, который был зареєстрованный двома депутатами Киевской Министерской Ради, паном Олегом Миловим и Игорем Мирошниченко, который присутствует сейчас в зале. И может за необходимость подтвердить тот факт, что Громадская организация «Екостолица» иниціювала до него заявление щодо реестрации вказанного проекта решения, брала безпосреднюю участь в его разработчике решения. И, как наследок, хотели бы зазначити, что то же самое решение щодо створения паркового відпочинка, оно сейчас фактически загальмовано в Киевской Министерской Раде, на постійній комиссии Киевради за вопросом об обеспечении мастобудования, архитектуры и землекористования. С тех motivов, что, власне, они ждут решения суду по вказанной справе, которая сейчас рассматривается, оскільки не хочет принимать решения щодо нанять статусу паркового, допоки не будут решены майновые права щодо земельной длины вказанном спорте. Как наследок, фактично, единою можливістю отстояти нам наш проект решения є безпосреднюю участь у вказанного заседания с метою доведения тих фактов, что разъявление было законным, что земельная длина сейчас не имеет майнового привязка до любого другого приватного землекористователя, и что земельную длина можно передать на баланс коммунальному предприятию за утримание зеленых наседжений Волосиевского района для разработки, відповідно, там парковой зоны. И саме с этих мотивов мы вважаем, что ГРО «ЕКО Столицы» является належным апеллянтом, оскільки права ГРО щодо участки у разработки экологических заходов, та щодо оскаржения безпосредних действий и решений бездіяльностей органов державы и влады, органов місцевого судового порядка, а также банально конституционное право, визначене статтею 50 Конституции Украины щодо права на обеспечение для життя и здоровья и окружающих природных средств, членник ГРО «ЕКО Столицы», и Tomaszкzilla Киева «ЕКО Столицы» и «ЕКО Столицы» и «ЕКО Столицы» И саме от участь в указанном процессе мы вважаем, что мы можем обеспечить належный защит указанного врученого права. Спасибо большое за время. Спасибо. Добро тебя. Уважаю, что обрунтувание недостатненько, поднягаясь доволенню, и громадская организация не может быть залучена в якости третьей особи по этой справе, оскільки, если уже скаржник посилался на позицию положения Конституции, так и иначе, про право на судовый закон. Сейчас эта громадская организация имеет право на судовый закон. Сегодня мы переглядываем решения первой инстанции, которая ни разу не относится прав этой громадской организации, а, выходя из положений постанови Пленного Государственного суда на сегодняшний день, то, если права особи оскарженными решениями не порушены, и если вопросы про ее права и обовязки у справа судом первой инстанции не решились, то апелляційный господарский суд своею ухвалою пропиняя апелляційное проведение на основе пункта ст. 80 ГПК, оскільки в таком случае не существует правовое связи между скаржниками и сторонами у справа. Поэтому мы считаем, что данные оборудования есть беспредельными и громадская организация не может быть залучена в каком-то состоянии. Вопросы. Суд порадится, чекаете вас в окраинаторе, могу спросить. Возвращение на оборудование, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том, в том числе, для того, чтобы ухвали за решение с решением о том числе селевого скау. В отношении с тем, в связи с этим, в том числе, в том числе, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...